Уже два дня, как Карина не выпускает из своих рук корону победительницу конкурса Мисс Башкортостан 2013, показывает ее буквально всем, и в первую очередь своим подругам и одноклассникам, ведь именно они помогали ей пройти этап интернет-голосования, а также предварительный отбор на первенстве республиканских красавиц. Ну вроде она сначала более спокойно себя вела, а потом я перед своим конкурсом спросила, как, как ты, она у нее пишет, у меня очень трясутся руки, я говорю, не переживай, все будет хорошо, ты все равно самая лучшая. Я нисколько не сомневалась в ее победе, я знала, что она лучшая, но все равно от начала до конца конкурса я держала за нее кулачки, переживала, подбадривала. Сейчас первая красавица Башкортостана наверстывает упущенное, читает новые параграфы в учебниках, заучивает теоремы и правила. Девушки не было на школьных занятиях больше недели, все это время она провела в Уфе в кропотливой подготовке к конкурсу. Однако преподаватели не сомневаются, Карина не потеряет свои школьные баллы. Карина у нас очень прилежная девочка, учится она на 4-5, добросовестно выполняет все поручения учителей, выполняет все, что требуется, прилежная ученица, поэтому никаких проблем с ней нет. Кстати, конкурс «Мисс Башкортостана-2013» для Карины Бедриной стал первым в жизни. До этого она в отборах красавиц не участвовала, хотя и занималась в Нефтекамской школе моделей. Именно там она освоила навыки дефиле, сценической речи и умение преподнести себя. Благодаря им я научилась хорошо дефилировать, фотопозирование тоже. Ну, конечно, уроки в школе модели прошли не зря. Теперь Карине предстоит подготовка к конкурсу «Мисс Россия-2014», а в январе следующего года она должна встретиться с дирекцией конкурса. Кстати, 17-летняя Нефтекамка не единственная девушка из нашего города, которая будет представлять Башкирию на всероссийском конкурсе. Мы узнали вчера буквально, что у нас еще одна девочка проходит и едет на кастинг от Аксении Лыкосовой, которая как раз вот вторая будет претендентка, которая будет представлять тоже Башкирию. Станет ли кто-то из двух нефтекамок обладательницей титула первой красавицы страны, будет ясно только в марте следующего года. А пока у обоих претенденток есть время, чтобы подготовиться к этому мероприятию, а также к выпускным экзаменам. Ведь им обоим в следующем году придется покидать стены родных школ. Лариса Миронова, Дмитрий Кузнецов, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова